Вот так подъезд выглядел месяц назад. Облупившиеся стены, подтёки, опасно висящие провода. Сразу видно, последний ремонт здесь был уже давненько. Да вот новый, хоть уже и должен быть по срокам, не значился даже в отдалённой перспективе. Терпеть это дальше местные жители не стали и сами вышли на ремонт. Взяли руки в валики и кисти, купили краски. Причём более благородные подсветы, к примеру, нежный персик. А сам процесс засняли на камеру. Надо же подъезд красивыми правилами красить. Конечно, конечно, ты что. Татьяна Шпак в этом доме живёт уже 35 лет. Отмечает, за это время уже дважды ремонтировали свой подъезд. Только раз, в 2008 году, местная управляющая компания самостоятельно сделала косметический ремонт подъездов. Но с тех пор уже и 10 лет прошло, и сам подъезд изрядно обветшал. А ведь по закону проводить ремонт управдомы должны раз в три года. Мы обратились в администрацию Желковского района. Мы обратились в жилкомхоз. Вот эта пачка писем, куда мы писали. И в прокуратуру, и в Роспотребнадзор, и в жилищную инспекцию. Даже главе Республики Коми получали мы везде такие пространные ответы, из которых чётко и ясно было понятно. Согласно статье 39 Жилищного кодекса Российской Федерации, время расходов на ремонт и содержание мест общего пользования в многоквартирном доме лежит на собственниках. Тем не менее, Республиканской жилищной инспекции всё же было сделано предписание в адрес управляющей компании. В течение первого полугодия нынешнего года её обязали провести собрание жильцов, составить смету и перечень необходимых работ. Жилкомхоз жильцам не отказал, его представители встретились с инициативной группой, а после прислали письменный ответ. Такой, что если мы хотим заменить окна и отремонтировать подъезды, то это будет нам стоить 485 407 рублей и 16 копеек. Если мы не хотим ремонтировать окна, а хотим ремонтировать только подъезды, то тогда стоимость работ по ремонту одного подъезда будет стоить 83,5 тысячи. Причём управляющая компания даже подготовила подробный график работ. Он, к слову, был растянут на три года, то есть по году на каждый подъезд. Примечательно даже не это, а то, что взамен коммуначники предложили жильцам повысить тариф на ремонт и содержание мест общего пользования. С 21 рубля 35 копеек до 30 рублей с квадратного метра. Это почти в полтора раза больше. Якобы тех средств, что сейчас собирает компания на содержание и ремонт, не хватает. Самое сложное было, чтобы люди морально настроились на то, что делать ремонт самим. То есть не то, что они отдали деньги и жилкомхоз всю работу сделает за них. Самое сложное было морально настроить себя, потому что тот объём работ, который прошёл в этом подъезде, он достаточно большой. Объём – это лестничные пролёты на всех пяти этажах. Красили жильцы не только стены, белели также и потолки, а ещё приводили в порядок окна и перила, входную группу и бордюры. Всё это в свободное от работы время собственники квартир успели сделать всего за три недели и сущие копейки. Собирали здесь всего по 300 рублей с квартиры. Итого примерно 4 тысячи рублей.